В Казахстане тем временем люди собирают подписи за выход страны из ОДКБ и ЕАЭС. Но это только две организации, с помощью которых Россия контролирует регион. Какие еще инструменты есть у Кремля? И действительно ли они помогают Кремлю управлять постсоветским пространством? Об этом в нашем следующем видео. ЕАЭС, СНГ, ОДКБ, ШОС. Мы постоянно слышим эти аббревиатуры в новостях. Это организации, с помощью которых после распада СССР Россия сохраняет свое влияние на бывшие советские страны в Восточной Европе и Центральной Азии. А они помогают смягчать изоляцию Москвы, когда отношения с Западом становятся все более напряженными на фоне войны в Украине. Что же это за организации? И зачем они нужны Кремлю? Содружество независимых государств было образовано из постсоветских республик как ответ на распад Советского Союза. В него отказались войти страны Балтии. Грузия была членом с 1993 по 2009 год. А Украина никогда не подписывала и не ратифицировала устав СНГ. Поэтому у страны был статус государства-учредителя. Сейчас Киев выходит из соглашений Содружества. СНГ создали, чтобы координировать национальную политику стран-участниц. Организация продолжает существовать, но между государствами-членами нет точек соприкосновения. А Молдова и вовсе отказывается от соглашений в рамках СНГ. Премьер страны поручил готовить выход из Межпарламентской ассамблеи с Содружеством. Ведь организация не помогла разрешить Приднестровский конфликт. И российская армия до сих пор незаконно находится на территории Молдовы. По сути, СНГ сейчас не оказывает никакого влияния на страны-члены. Так что Кремль предпочитает сотрудничество с меньшими группами стран. Организация договора о коллективной безопасности, или ОДКБ, это военный союз. Москва создавала его как аналог НАТО. Изначально в нем был Узбекистан, но страна вышла из организации, а Беларусь вошла. В НАТО ранее ОДКБ называли ослабевающей организацией, которая доказала свою неэффективность в большинстве сфер деятельности. А после начала полномасштабной войны в Украине, эксперты говорят, что ОДКБ находится на грани краха. Ведь Армения недовольна тем, что организация не вмешивается в ситуацию в Нагором Карабахе. В Казахстане далеко не все были довольны тем, как контингент ОДКБ подавил январские протесты в 2022 году. На границе Кыргызстана и Таджикистана вспыхивают конфликты. А ведь обе страны — это члены ОДКБ. Так что со временем организация может распасться изнутри. И это будет очень невыгодно для Кремля. Ведь устав ОДКБ запрещает государством-членам располагать на своих территориях иностранные военные базы без согласования с другими участниками организации. Так Москва фактически получает право наложить вето на расположение баз НАТО в Центральной Азии. При этом стоит понимать, что ОДКБ вряд ли распадется. Ведь объединение позволяет странам закупать российское оружие по внутренним ценам. То есть это позволяет государством-членам экономить. Ведь экспортные цены значительно выше внутренних. О зоне свободной торговли страны СНГ пытались договориться с 1994 года. В 2010 году Россия, Беларусь и Казахстан создали Евразийский таможенный союз и договорились об отсутствии внутренних таможенных проверок. Они решили к 2015 году расширить объединение до Евразийского экономического союза. Украина, Грузия и Молдова еще в 2014 году подписали соглашение с ЕС, что закрыло им путь в ЕАЭС. А Армения и Кыргызстан объединились с Россией. Переговоры с Таджикистаном до сих пор продолжаются. ЕАЭС создавался как аналог Евросоюза. В Евразийском экономическом союзе доминирующая роль у России. В этом году страна стала председателем ЕАЭС. С помощью организации Кремль усиливает свои позиции в Азии, Африке, Латинской Америке. В условиях санкций Москва вовлекает новых партнеров в орбиту ЕАЭС. И через это объединение товары либо поставляются в Россию, либо сама Россия отправляет их на экспорт. А еще страны, входящие в ЕАЭС, помогают Москве с параллельным импортом тех товаров, которые Запад не поставляет напрямую в России. Шанхайская пятерка в 1996 году состояла из Китая, России, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана. После присоединения к организации Узбекистана она получила другое название. Со временем из регионального объединения ШОС превратилась в организацию глобального юга. Это объединение оказалось полезным для решения таких проблем, как, например, незаконный оборот афганских наркотиков. При этом ШОС можно рассматривать как часть политики России по установлению более тесных отношений с Китаем. Хотя Москва и Пекин и борются за контроль в Центральной Азии. Владимир Путин раньше пытался отрицать попытки восстановления СССР. Но война в Украине обнажила его постимперские планы. Объединяясь с бывшими странами Советского Союза через все эти организации, Москва продолжает держать контроль в регионе. Кремль, кажется, все еще рассчитывает на многополярный мир и пытается установить влияние на постсоветские страны. При этом некоторые государства, такие как Казахстан, попросту вынуждены состоять в этих союзах с Россией из-за географической, экономической и политической зависимости от Москвы. Продолжение следует...